Ребятки, всем привет! Утро доброе! Начался у меня новый день. Короче, вчера вечером я вытащила из морозилки свою малину, ранее собранную. Ребята, это были такие замороженные. Там чуть-чуть в пакете, там чуть-чуть, там большой пакет. Короче, я ее сюда положила, крышка не закрывалась, оно торчало. То есть замороженные куски малины. Я вам рассказывала, что я собираю по чуть-чуть, складываю в морозилку. Думаю, когда соберется необходимое количество на кастрюльку, тогда я этот самый буду варить варенье малиновое на зиму. Вот, вроде собралось, думаю, надо и место в морозилке освободить. В общем, сгрузилась в кастрюлю, крышка вот так вот была, не закрывалась. И на удивление, утром я подошла к кастрюльке, все расстроилась. Ребята, встала на дне кастрюли! Вы представляете? Ну, уже все буду варить. Но, смотрите, очень много здесь, не знаю, видно вам или нет, вон он, сироп такая, жидкость. Тут здесь нет еще ни сахара, ничего вообще. Вот, и я так думаю, что надо эту лишнюю, пока она выделилась, эту жидкость, надо слить. А я как раз собираюсь ставить варить компот. Вот, здесь у меня немножко яблочек, немножко абрикосок. И вот сюда вот эту вот малиновую жижу, так ее назовем, я сюда прямо сейчас налью. Потом налью сюда водички и сварю компот. И он будет обалденный. То есть лишнюю жидкость, вот оно. Видите, она была замороженная. И сколько она отделила вот этой вот воды. Хотя я ее перед заморозкой, я ее мыла, немножко просушивала. То есть она у меня на сите, в сито ложила, и оно все сливалось, как бы лишняя жидкость. Но малина сочная, выделила вон сколько. Ой. Сейчас максимально солью. И все. Ух, а компот какой вкусный получится. Слушайте, тогда нет смысла мне вот в этой кастрюле варить варенье, что ж тут на дне малины. Ой, смотрите, это как долго течет. Я буду долго держать так. У меня уже ручки болят. Оно все течет и течет. Вот это будет компот. Вот в этой кастрюле, в которую я сливаю, представляете? Оно так пахнет. Да ну сколько можно, давай. Ну даже у меня всегда малиновое варенье, я его долго не варю. Оно получается у меня жидковатое. Но мне типа пофиг. Главное, чтобы вкусно было, главное, чтобы оно стояло, не бабахало и так далее. Ой, тут вообще будет пара баночек, ребята. Все, что с малиной получилось. Я в шоке. Собрала, собрала Юлию на целую кастрюлю. А ну тут все. Ладно, сейчас сахар насыплю. Слушайте, надо, знаете что, поменять вот это в какую-то другую, наверное, кастрюлю надо. Лучше в этой большей кастрюле этот компот сварить, перелить. Сейчас я что-то придумаю. Да, смотрите, я беру вот эту вот меньшую кастрюлю. Блин, тут еще сок есть. Давайте я сделаю вот так вот еще. Оп. О, смотрите. Нифиг варить. Ну, назад я уже в морозилку закидывать не буду, а ну и так уже в кашу превратилась. О, вот тут я буду варить малиновое варенье. Так, в этой кастрюле. Вот, сейчас сахаром засыплю. Сахар растает и после обеда буду ставить на огонь. А вот в этой кастрюле, вот это вот все переливаю сюда. Это просто больше литражом, потому что и так компот будет насыщенный. Сейчас сюда как раз водичкой промою эту кастрюлю. Набираю. Залью и ставлю вариться компот. Сейчас на кухне станет жарко. Ребята, я вам говорила вчера, да, что сегодня очень жаркий день. Я уже готовлюсь, готовлюсь. Душ набран. Буду ходить в душ. Как-то буду выживать. Так, первая конструкция есть. Слушайте, а может быть, чтобы там не нажаривать в летней кухне, жару не устраивать, может здесь на электроплиту поставить компот вариться. О! Так, хорош. Вонима будет куда сахар закидывать, наверное. Хватит. Вот, у меня есть электроплитка. Можно ее сюда вынести и на нее этот самый поставить компотик. Ну, такая у меня 2-х киловаттная. Ну, потому что нам час назад дали свет. Ох, паутинка. Дали свет. Вот так поставлю подальше сюда. Блин, она же будет скатерть греть. Надо что-то подставлять, че не надо. Может, все нормально будет? А, е-мое. Ладно, вот так вот я сделала. Смотрите, плитка у меня есть. Оп! О! Вот так. И сюда поставлю. Все-таки не так в кухне жарко будет, да? Опа! Все, поехали. Крышку сполоснуть. А, смысл она внутри? В малине. Все. Так, это все. Побойте брать. И сахаром засыпаю. Только я засыпаю, короче, не сахаром. Ребят, сейчас я притащу, покажу вам. Пока у меня штука есть. Сейчас, сейчас. И где она? Вот. Короче, тут 500 грамм. Это сахар для варенья. Ой, я не знаю, что вы там видите. Короче, это мне присылали. Такой сахар для варенья. Получается, это как загуститель. Не знаю, что там содержится. Пектин, не пектин. Че, як он его называют. В общем, 2 к 1. Значит, 1 килограмм фруктов на полкилограмма вот этого сахара. Вот тут полкилограмма сахара. Ну, здесь у меня где-то 1 килограмма, ну, чуть больше килограмма тут получается. Я не знаю. Слушайте, там еще сок выделился. Я не знаю, где смысл его сливать. Хотя, плюс загуститель. Так. Сахар в составе желирующее вещество пектин. Регулятор кислотности, лимонная кислота, растительное масло. Пальмовое, кокосовое. Ну, попробуем. Я обычно такие штуки не использую. Не люблю я пальмовое масло. Ну, давайте сделаем. Ну, что. Так. Содержит пектин. А как, когда его сыпать? Сразу? Не сразу? И сразу ставить варить, чешу? Ладно. А для чего тут пальмовое масло кокосовое добавлено? Вообще непонятно. Непонятно. Сейчас у меня желе, наверное, будет, ребят. Блин, а тут дофига, наверное, сахара будет. Может, не всю пачку, я не знаю. Я по вкусу буду пробовать. Я добавлю, короче, полпачки. Я не люблю дуже сладкое варенье. Я всегда кидаю меньше нормы. Поняли? Поэтому я высыпаю полпачки. Это сильно сладкое будет. Для меня густота не важно. Вот, полпачки я кидаю. Хорош. Вот, в принципе, можно на медленный огонь его ставить, пока этот сахар растворится, то и все. Фу, ребят, я только из душа помыла голову, так челку высушила, вот. Остальные волосы даже не сушу. Пусть так сами по себе остывают. Села в беседке, хотя тут жарковато. Чем занимаюсь? Короче, ребят, надо перечистить лук. Такой, знаете, мелкий всякий. Вот такой вот. Знаете, что это за лук? Ой, это дорогой голландский лук. Одну грядку я вам показывала, что я убрала. Там еще более-менее как-то лук. А с другой стороны, у меня еще одна была грядка лука. Из... Две строчки, короче. Две полосочки лука было посажено. Он посажен был чуть позже. Ребят, некоторый лук голландский. Вот такая фигня произошла. Вот такой вот он. Все. Мусорку. Вот такие вот луковички. Я в шоке. Я в шоке. Ну так, выкинуть его жалко. Я его начищаю. Надо по видео моим посмотреть, что это за сорт. Почему я его брала? 150 гривен килограмм. 150 гривен килограмм. Вы представляете? Вот я то, что посадила, то и выкопала. Убрала. Ну вот самые большие на той грядке. Это вот такие. Вот. Я их выкопала. Потому что он уже готов. Чтобы корешками снова за землю не зацепился. У нас все массово уже убирают лук. Ну и вот он мелкий. Ну вот такой, видите. Что я его выкину? Нет. Для чего я чищу лук, ребята? Я сегодня планирую готовить... Кстати, компот уже сварился на плите. Он только закипел. Я сахар добавила и выключила его. Все. Он там настаивается. Зато на кухне у меня... О, все. Голландский лук. А с другой стороны, то, что я вам показывала, грядка. Ну, хоть более-менее. Конечно, не фонтан. Не так должно быть. Но я не знаю, что ему не хватило, что ему надо. Ну, бывает такое. Ну, зато не пускает стрелки. О, жарюще. Сегодня очень жаркий день. У меня уже в беседке... Сейчас я вам скажу, ребята. Ух ты, 35. 35 уже в беседке. Вот такие дела. Короче, сегодня на повестке дня. Готовка блинов. На пику блинов. Ну, наверное, я печь их буду после обеда. Я сейчас хочу подготовить начинку. Смотрите, я вчера вечером сварила куриное филе. У меня там, по-моему, два штучки таких, ну, больших куриных филе. Я их отварила в подсоленной воде и убрала в холодильник. Правда, надо было, наверное, вытащить из бульона. Я прям не вытаскивая, всю кастрюльку в холодильник поставила. Так. И начинка у меня будет. Я куриное филе. Думала блендером измельчить. Но, когда я измельчаю блендером, оно получается прям такую в кашу. Лене не очень нравится. Ей нравится, когда куриное филе именно нарезается так мелко-мелко, ножичком. Ну, надо постараться немножко его по этот самый. И получается гораздо вкуснее. Так вот, вот в это куриное филе я добавляю довольно-таки много лука. Само по себе куриное филе сухое. Из-за этого я его вообще... Не, Лена его просто любит. А я бы вообще со свиным фаршем блинчики бы делала, с удовольствием кушала. Но у меня... Ну, и муж тоже любит куриное филе, в принципе. Короче. И благодаря добавлению большого количества лука, более-менее начинка получается сочная. Соли туда, перчика немного. И все. Поэтому вот сижу, начищаю лук-лучок. Я его даже не рассыпала на просушку, как ведро собрала. Тут ведро у меня стоит. Ведерко собрала, вот его использую на приготовлении еды. А тут немного. Третья часть ведра, короче. С двух рядочков. Ой, ребята. С этими урожаями. Сейчас, сегодня утром читала комментарии. Одна зрительница пишет, что Юля, убери ты эти кусты лишние кабачков. Они же будут до осени плодоносить. Ты замучаешься их собирать. Не, ребят. Пока есть люди, которые их берут. То есть есть кого угощать, кому отдавать. Пока они будут брать. Да и то, я считаю, что в такое время все равно найдется тот, кому нуждается, кому нужны кабачки, кому они пригодятся. Это, мне кажется, грех. Вот они растут. Какой за ними уход? Да никакого. Я даже там не пропалываю. Я вообще сейчас нигде не пропалываю, ребят. С этими ногами, я честно вам скажу, я плюнула, я забросила, мне здоровье дороже. Здоровье не позволяет мне сейчас работать в огороде. Поэтому я пустила. Муж говорит, не парься. Скажешь, когда надо будет. Я заведу бензо эту косу и тебе скажу все, что надо, где надо. И все. Так что такие дела. То есть не могу. Почитала много комментариев. Вышло же у меня видео, что я сходила, сделала УЗИ ног. Ой, камера далековато стоит. Не знаю, меня слышно или нет. Может, подвинуть чуть-чуть. Сделала я УЗИ ног. Вы все знаете, я рассказывала, что с венами все нормально. Там, сколько у меня лука ног. Что дальше делать? Кто что? Кто позвоночник написал? Кто щитовидка написал? У меня же сопутствующих болячек еще куча. Я же даже вам все и не рассказываю, где что у меня удалили и каких органов у меня нет. Ну, это такое, знаете, личное. Оно тоже, оно все взаимосвязанное. Короче, я не знаю, конечно, где мне найти такого специалиста, чтобы нашел. Я понимаю, что нет такой таблетки, чтобы я выпила, и вот моя проблема ушла. Но хотя бы на летний период, чтобы облегчить мне. Потому что я уже, я пока не пью обезболивающие, ребята, терплю. Мне даже не помогает вот пойти просто лечь в вертикальное положение ноги. Ноль, ноль. Я ночью просыпаюсь от боли. Короче, это какой-то капец просто творится. Такие дела. Сегодня утром я должна была пойти собирать огурцы. Ребята, обломилась. Мы что-то втроем уто сели утром за завтраком в саду. Утром еще более-менее такой ветерочек был. Мы так кайфанули. И сидели ля-лякали, знаете, в семейном кругу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И пару часов мы проля-лякали. Ну, тоже иногда надо собраться в семье и поговорить. О всяком таком интересном, о насущном. Вот. И как-то так время прошло. И понимаю, что уже жарко. И я в огород не пошла. Вечером пойду собирать. Тем более, мне такие прям сильно мелкие в этот раз не надо. Я хочу побольше квашеных закрыть. Сейчас на квашении у меня две банки стоят. Вот. Надо еще. Поэтому нормально будет, если я вечером соберу. Ну, более большого калибра огурцы, чем... Ну, короче, нормально. Такие дела. Собаки попрятались. Жук вообще себе яму вырыл. Я вам показывала. Там под окном дома большого. Вырыл себе яму. И в ней лежит. Ну, такое углубление ямку. И лежит там. Там прохладно. Бедно. Всем жарко. Кто-то спрашивал. Юля, а что ты днем вот так вот жара, не пойдешь на речку искупаться? Ребят, потому что вот именно что жара. Пока туда дойдешь. Хотя она рядышком, да. Но назад будешь идти, ты уже нажаришься. Высохнешь, обсохнешь, нажаришься. И меня душ вон спасает. И то быстро солнцем нагревается. Вот сейчас пошла, кайфанула. Сейчас буквально еще полчаса. Все, он будет слишком теплый. Не, ну можно разбавить, конечно. У нас в последнее время в кране слабый напор воды. Люди начинают поливать, водичку лить и напор уменьшается. Ой, не знаю, наверное, хватит, ребята, чешу. Смотрите, сколько лука у меня получается. Давайте еще пару штук. Так, ну почти уже и не осталось лука. Почти все использовала. На обед суп есть, а на ужин приготовлю блины, блинчики. Ой, блин, шутся. Я кейпо садыла, такой и достала. Вот такая фигня. А, мы вчера, я вам не показывала, мы вчера съели первых пять помидорок. Небольших, маленьких таких, красненьких. Они еще чуть-чуть не дозрели, но я не вытерпела и их сорвала. О, вот, кто такой-то я сажала, видите? И он, вот что, он просто в земле пролежал и все. А мне вообще, а я когда купила, я название сейчас не помню, в видео надо посмотреть. Я потом домой приехала, почитала за этот лук, который я купила, вот этот, 150 гривен. И там именно по этому сорту было написано, что он садится под зиму. А я что, его посадила весной? Может быть, из-за этого, ребят? То есть, не тот лук. Так, все, последнюю чищу, вот эта дужи луковая начинка прям будет. Сейчас я его пойду помою, сяду, перережу. Стараюсь, сидя сейчас, вот в последнее время здесь. Правда, в беседке жарко просто. Потому что там, получается, у меня возле стола, сейчас, там не видно, а если вниз посмотреть, там солнце светит. Я стою возле стола, у меня на ноги прям сзади солнце фигачит. Мне еще хуже. Так, все, сейчас я все помою. Лучок, вот такое количество. Ребята, иногда ветер дует, когда вот сюда, в эту сторону. Я сегодня слышу запах падали. И прям конкретно. Надо, знаете, что, пройтись здесь по территории, везде пересмотреть. У нас уже такое было в прошлом году, раза три за лето. У нас ласа ловит, ну, если мышку она ловит, она ее съедает, как правило. Если она ловит крысу, а она и крысу нас ловит, то она ее не ест. Она ее укокошит, ну, и оставляет, и бросает. И, естественно, происходит распад. Этот самый, разложение, и оно воняет. Потому что вот сейчас ветер только что в эту сторону дул, воняет падалью именно. Надо пройтись, пересмотреть. Леночка, жарко. Лена пришла сейчас что-нибудь сладенькое перекусит. Мама, когда была, приезжала, угостила Лену шоколадкой. Такая вкусная шоколадка. Вообще интересная. Там кусочки желе со вкусом груши. Шоколад молочный. И плюс арахис. Такая интересная, обалденная. Мы вчера половину затащили с ней. Сейчас она ее доест. До обеда еще время есть. Вот. Ласа, она как раз подо мной сидит. Ты где там кого-то поймала, мне подкинула? Что за пашок такой идет? Надо пройтись, глянуть, чтобы альма не нашла, потому что собаки, они такие любители повалятся в падаль. Если они находят что-то такое, они начинают за чем-то спиной вот этого возюхиваться. И потом капец. Мне вообще надо альму искупать давным-давно. Вечно где-то лазит. Морда во что она? Где-то она попадает во что-то желтое. Морда в желтом. Похоже на этот, или чистотел. Хотя чистотел у меня уже отошел. Его пик чистотел прошел, он уже отцвел, он уже повял и нет. Дашь мне, я покажу шоколадку. Где она? Короче. Вот такая. Студентская. Смотрите. Вот. Такая добрая шоколадка. Такая вкусная. На. Ой, Лена, жарко, да? Кофец. А у нас же мы же поставили этот новый туалет. И теперь я этот туалет днем назымаю камерой пыток. Ребята, там ужасно жарко. Там вообще не зайдет. Там по-быстрому только. Блин, душ открыт. Будет дверь скрипеть. Там по-быстрому только. По небольшим делам. Ну, короче. Ой, там капец. Кунсткамера. Там можно и погибнуть. Дерево греется. Туалет стоит на солнце. Капец. У меня сестра тоже загорелась идеей туалета. Ну, у них на новой даче на участке есть туалет, но она побывала здесь. Говорит, Юля, все. Я тоже уже думаю за покупку туалета. Ну, спрашивала, где мы покупали такое. Может, тоже сделают. Капец. Что у тебя, Лена, тогда драники дома получились? Угу. Аж вкусные были. А, я же фотку видела, да. Прикольно. Ну, у тебя они получились такие светленькие, знаешь. А я их прям зажариваю. Так у меня. Да, на хозяйку показалась и все, окажется. Ага. Прикольно. Классно. Лена новое блюдо для себя освоила. Драники. Я много каких-то лобовек освоила. О, да. Она этим летом, ребята, все же в камеру не входит, понимаете. Я как бы... У меня получается канал такой игра одного актера. Все остальное не входит. Я за это время научилась очень много чего готовить. И уже, ну, то есть, сама ничего не спрашиваю, себе там приготовила. Да, интернет. Интернет. То есть, любой ребенок, неважно сколько лет, может зайти, открыть интернет мамины рецепты. Например. Да? Ну, ты не по-моему готовила. Нет, мне просто в этих ютубных, как они называются? Шорти? Да, да. Попал-те, просто рецепт, просим, я бы быстро так говорила, показывала Драники. Думаю, о, ну, видишь, получилось прикольно. Мне как раз все было, и я что-то решила. Ага. Прикольно. Целина, когда этот самое, ну, в город там надо погулять уходит. И она там, например, в те дни, когда целый день в городе. мама не передавая еду, мама не передавая еду. И сама себе там что-то этим летом, конечно, такое. Ну, все правильно, потому что, я же говорю, что жизнь занята школой, учебой, до этого, да, художественной школой, и как-то так вот. А когда сейчас от художественной школы расслабуха, хотя ты скучаешь, да, за ней, за художкой? Немножко. Да, немножко. Вот, больше свободного времени, все, интерес появился. Готовит. Только фотки мне присылают. А, а вчера, что ты готовила там, когда в городе было эту? Картошку с сосисками. Короче, картошку, слушайте, а на фотке так мне прям захотелось. Да? Я никогда не жарила картошку именно с сосисками почему-то. Я либо просто жареная картошка, жареная картошка с луком, жареная картошка с добавлением сала типа шкварки, и все. А сосиски никогда, а у тебя такие вареные были, да? Да, вареные. Я их добавила, и они, ну, через время уже как картошка подошла, они такие зажаренные были. Да, вкусные. Как знаешь, докторскую колбаску жаришь, ага, корочка такая. А лук не добавляла? Добавляла. Ну, прикольно. Классно. И смотрю теперь, смотрю в интернете какие-то шорты, рецепты там, да? А оно Ютуб уже сам рекомендует, наверное, раз-два посмотрела, и оно рекомендует. Да. Прикольно. Да я тоже, я зимой больше готовлю как-то разнообразней, а здесь, как-то честно, я не хочется... Сейчас тревога будет. Да, тревога будет. Наготовила голубцы, все, три дня едим. Наварила кастрюлю супа, три дня едим. Вот так вот, потому что, во-первых, и у плиты стоять не хочется, и жарко, и других куча дел. Ну, и как-то так. Зимой я больше готовлю. А, да, тревога, Лена. Могу даже что-то испечь. А сейчас никакого желания нет. Так, не дофига ли это лукой нарезаю. В квартире там жарко, да, Лен? Да, Кошмар. У нас последний этаж, крыша нагревается. Ужас. И получается, три комнаты, ну, у нас четыре помещения, три комнаты, ну, три комнаты и кухня. Так вот, три комнаты, они все на южную сторону окна, целый день там солнце, целый день. Только в кухне четвертая комната, она теневая, там только утром солнышко, и то короткое время, а так тень. Ну, там жарко за счет плит. А, ну, если плиты включить, да, там капец. там крылось, у нас в кухне. И вроде делаешь, получается, сквозняк на две стороны, что у нас получается. Три комнаты в одну сторону и кухня в другую сторону. Открываешь, балкон, все дела. А оно шо? Оно горячий воздух. Когда на улице раскаленное, вокруг бетон, стены раскаленные. Вообще, кошмар. Так, слушайте, наверное, хватит лука, ребята, филе что-то мне немного. Осталось четыре штучки, а как их сохранить? Можно в пакетике, наверное, в холодильник положить. А шо? Сейчас я куда-то это пересыплю и достану куриное филе и буду его мелко чик-чик-чик-чикать. Так, ребята, телефон у нас перегрелся, я его в холодильник охладила. Ну, шо делать? Так, я сейчас на этой же дощечке порежу. Лук, ой, перекинул. Сюда. А шо ты еще, Лена, готовила? А эти ты готовила еще? Макароны-то с... Макароны с сыром, И шо? Как тебе они? Не очень, да? Не, вкусные, вкусные. Просто, наверное, надо было меньше количества готовить, а так их не доело. А, полная сковородка получилась, да? Я поняла. Прям сковородкой готовила, да? Ну, да. Прикольно. Че еще? Не, но гренки уже 10 раз готовила. А, кабачки. Да, кабачки. Сколько лет уже их готовишь? Да, мне каждый раз передавала, я все жарю, жарю, они не заканчиваются, ты ее сейчас попередаешь. А сейчас, пока подружка уехала, ты не будешь в город, да? Это нет. Наверное, покормите меня. Так, за счет того, что я с бульона сразу не вытащила, оно ночь простояло, то оно прямо водянистое. Короче, я его вот так вот измельчаю. Водой напиталась. И вот так вот делаю. Лена, классный этот нож, что ты мне подарила вообще. Я его еще, кстати, ни разу не точила. Вот тот, что я до этого покупала, который среднего размера, я его уже раза три точила, он что-то постоянно тупится, не знаю почему. Одна и та же фирма. А этот нормально. Хотя я им нормально, много пользуюсь. Не знаю, что так. А, еще суп. У тебя суп как-то прям такой прозрачный получается. Когда ты варишь, то он прозрачный. Когда я варю, у меня какой-то мутненький. Я, наверное, сильно огонь делаю. Сильный. Не знаю. Странный. Не знаю. Сейчас мухи у меня прилетают уже. Уйдите. Фух. Жарящие, ребята. Капец просто. Расскажи еще, что-то, Лена. Как жизнь твоя? Да нормально. Что мне рассказывать? Нормально. Мне как-то нечего сказать. Смотри, месяц лета пролетел. Мама, не напоминать? Капец быстро, да? Я сама в шоке. Паде, уже июль, блин. Мама. К середине идет. Мама. Давай будем плакать. Скоро помидоры созреют. Я буду вообще тут вся загружена работой. В поле. В поле. Помидоры. Вот. И что? Вчера я вам говорила, попробовали эти помидоры из грядки. Вот скажи, совершенно другое. У них прям какой-то насыщенный такой помидорный. То ли за счет того, что оно только-только сорванное, то ли что, не знаю. Прям такой помидорный вкус. Классно. На рынке не такие. Ну, разве что, если у бабушек на дорожке покупаешь домашние, то да. А так мне. Да и огурчики. Просто все вкуснее из грядки. Я еще удивляюсь. У нас Лас, я же вам рассказывала, она поедательница огурцов. Она их обожает просто. Когда кто-то ест огурцы, она клянчает. Я удивлена, что она бывает ходит по огороду, гуляет. Я удивлена, что ей в голову не пришла идея, мысль, с грядки есть огурцы. Если бы такое было, она бы все там надкусывала. Она же ходит, там гуляет, что она не видит, что огуречек, что его можно съесть. Не знаю. Интересно. Она их очень любит. И причем квашеные огурцы, маринованные огурцы, в любом виде. Вот малосольные я делаю. А, кстати, в комментариях спрашивали, Юля, как ты делаешь малосольные огурцы? Вы пропустили видео, я показывала, как я их делаю. Ну, расскажу в двух словах. Я их делаю вообще в литровой банке. Мне это удобно. Беру среднего размера огурчики. Литровую банку просто помыла. Просто помыла. Туда на дно кладу листочек хрена, там, вишня, смородина, зонтики укропа, всякое такое. Закладываю огурчики, но я предварительно у огурцов... Лен, камера снимает, загляни, пожалуйста. Но я предварительно у огурцов обрезаю хвостики, попки, с одной стороны и с другой. Укладываю в банку, прям так плотно-плотно. Делаю... На литровую банку я добавляю одну столовую ложку соли. Соответственно, очень легко запомнить. Если двухлитровая банка, две столовые ложки соли, трехлитровая, 300... Короче, туда в банку ложку столовую соли, на литровую. Вот. И заливаю просто холодной водой из-под крана, ребят. Лучше, конечно, там какой-то там ключевой водой, там, родниковой, не знаю. Я обычно из-под крана беру водичку, наливаю. Сверху еще листик хрена. Здесь вот такой есть и греш. Надо обязательно, чтобы огурцы не всплывали. Поэтому они так хорошо уложены, чтобы рассол был сверху, поверх огурцов. И когда я запихиваю уже сверху в банку лист хрена и зонтики укропа, сверху, они как бы придерживают огурчики, чтобы они не всплывали. Все. Закрываю капроновой крышкой. Раньше крышечку просто переворачивала, сейчас закрываю. Ну, потому что лето, мухи, не дай бог там что-то туда попадет. Закрываю капроновой крышечкой, баночку хорошо встряхиваю, на столе катаю, чтобы соль распределилась, растворилась. Все. Эту банку ставлю в какую-то тарелочку, допустим, емкость, потому что будет происходить брожение и лишняя жидкость будет вытекать в эту тарелку. И все. И они у меня стоят в летней кухне три дня. Два-три дня, в зависимости от жары. У меня жара сильная, бывает, за два дня готова. Как понять, что они готовы? Во-первых, они цвет поменяют, естественно, идут бульбочки оттуда. Вот, жидкость поднимается. Когда вы уже увидели, что жидкость опустилась в банке и нет вот этой белой пены, которая, это нормально белая пена, я ее не собираю никогда. Все, процесс брожения закончен. И я ставлю банку в холодильник и кушаю малосольные огурчики. Ну, для малосольных два дня достаточно. Чем дольше стоят, тем они кислее будут. Все, дальше в холодильнике. В холодильнике прекращается процесс брожения полностью и они классные. Но с каждым днем они все такие насыщеннее и насыщеннее получаются. Так, все. Ой, муха. Все, смотрите, я понарезала. Теперь я ставлю сковородку, наливаю масло, обжариваю лук. Смотрите, у меня почти один к одному сколько лука, сколько курицы. Обжариваю лук, туда же добавляю курицу, соль, перец, все это вместе обжариваю. Добавлю чуть-чуть половничек бульончика, в котором филе варилось, чтобы начинка была не сухая. И все, она готова. Пережарю, поставлю в холодильник, а потом после обеда, потому что сейчас муж вернется, мы обедать будем. Как раз минералку принесет, последняя закончилась. И после обеда я буду уже печь блины. Ну, вместе с вами же, понятно, это я делаю. Так что, такие дела. Все, готово, пошла жарить. Все, лучок жарится на среднем огне, чтобы не пригорело, чтобы он так чуть-чуть подзолотился. Вот, а здесь, ребята, ставила же я варенье, оно у меня раз закипело, я сейчас вам покажу, вот, видите, варенье такое, хоп, все равно оно такое жидковатое, много жидкости, но ничего, как я его варю? Короче, дала ему закипеть, буквально вот буль-буль-буль, оно только-только начало, я отключила, варю я его без крышки, это я пока сейчас отключила, чтобы мухи не налетели, я закрыла, все, оно стоит. Где-то примерно в обеденное время, как мы будем обедать, я еще раз, оно остынет, я еще раз включу, только оно вот закипело, я выключу, и вечером я еще раз сделаю, только закипело, и тогда я уже, правда, вечером уже уложу его в банки. Баночки, так, сейчас помешаю, баночки я такие использую, сейчас покажу, ребята, сейчас, 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 покажу баночки, в которые я укладываю, вот такие вот обычные, маленькие, это из-под вот этих, что мы покупаем, на маске рыбные, все, вот такие баночки, где-то вот такая, мне нравится в маленьких баночках это делать, где-то вот такая, не знаю, я приготовила вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, я думаю, этого достаточно, что там на дне кастрюли, того варенья, вообще немного получилось, я в шоке, собирала, собирала, она так, уселась, тут будет, ну, как раз, где баночек, пять, четыре, вот этих маленьких, и будет, все, ой, что-то сильный у меня огонь, надо вообще уменьшить, я так не хочу, вот поближе такая курица получается, я ее просто, видите, нарезала, так, все, достаточно лука обжарился, больше не хочу, и отправляю сюда филе, ай, кто меня кусает, муха, фу, пусть все это дело, перемешиваю, и слегка обжариваю, как бы прогреваю, филето у нас готовое, вот, оно в подсоленной воде варилось, но тем не менее, все равно, я сюда, ай, так кто ж так больно укусил-то, все равно я сюда добавляю соль, вот, и обязательно, ай, как печет, ну что-то муравей, муравей так больно кусаются, что оно печет, и сюда же я добавляю, чёрный перец, ребята, а может он в беседке сейчас, вот, молотого, нету чёрного перца, куда я его делу, е-мое, о-о-о, нашла, да, чёрный перчик обязательно, можно прибавить к огоньку, вот, она и так, в этот раз сочная начинка получилась, ну всё равно бульончик, я немножко добавлю, вот так, красота, можно укропчика добавить, я не буду, всё, у меня всё готово, сковородки не хочу оставлять, потому что надо будет в холодильник же убрать, я перекладываю вот в такую вот тару, опа, пусть остынет, и уберу в холодильник до вечера, вот, вот такая вот начинка получается, из двух куриных филе довольно-таки немаленькое количество, но я блинчики большие делаю, с большим количеством начинки, не жалею, так, чтобы взяла один блинчик и наелась, смотрите, муравьи, муравьи, э-э-э, уходите, уходим, вот так вот, надо, конечно же, чем-то накрыть, ребята, потому что муравьи, то такое дело, а это не подходит, подходит, всё, пусть стоит, остывает, всё, ребята, наш обед, супчик кушаем, доедаем, вот такой вот, который вчера был, с рисом, с курицей, с курицей и с рисом, кабачки, в микроволновке разгрели, яйца свалили, вот хлебушка у нас есть, смородинка, томатный соус, всё, кушаем, приятного аппетита, кто кушает вместе с нами.